ребята всем привет всем доброго русско-индийского дня меня зовут наташа мы с вами очень давно не виделись и я решила записать видео которое наверное будет сейчас очень актуально в плане того что я уже здесь в индии нахожусь больше года и у меня уже сложились все равно какие-то свои представления о том что что и как здесь происходит понятно что раньше я и изучала индивиду приезжала в индию но когда ты турист и когда ты уже местный житель это все равно небольшая разница потому что ты сталкиваешься с другими вопросами ты решаешь определенные ситуации уже находясь в другой стране поэтому я хочу сегодня разобрать определенные несколько частей чтобы видео не было уж слишком долгим и чтобы было новым интересно это есть две вещи о которых бы я наверное хотела бы поговорить в первое конечно это переезд переезд ну мне удалось легко родители мужа меня встретили хорошо у нас с ними до сих пор хорошие отношения они нас поддерживают ко мне они относятся как дочери поэтому как бы в этом плане у меня все хорошо в плане семейной жизни в плане семейной жизни у нас тоже все хорошо мы сконцентрированы на нашей работе об этом я расскажу чуть позже и мы сталкивались со множеством вариантов то есть ну первое что конечно это виза первое что необходимо для того чтобы переехать это виза первый раз когда я приезжала сюда вместе с мужем когда у нас должна была стать свадьба у меня была туристическая виза туристическая виза у меня была на полгода но мы делали это осознанно потому что мне нужно было через полгода вернуться поэтому делать визу на год и мы делали через туристическую компанию которая находилась в моем городе то есть мы не ездили в москву хотя мы планировали но мы посчитали что это будет затратно и по времени и напрягать других людей на проживание поэтому и за эти же деньги обратились туристическую компанию которые мне сделали визу по туристической визе так как мне дали на полгода не нужно было ни регистрация ничего то есть виза подходила концу у меня уже были билеты в россию я спокойно выехала то есть никаких вопросов на таможне не возникло вот первый раз я летела через так как мы живем в майсуре то у нас ближайший рапорт это бангалор это где-то приблизительно три часа вот байсура поэтому у меня был самолет бангалор деле деле москва бангалор деле это перенди и уже с деле москва это был аэрофлот так как мы покупали билеты заранее когда еще мы были в россии на обратно то есть вы просто определенному сроку мы распечатали билеты я улетел как я улетал но мы планировали изначально с мужем что я останусь в россии и приготовлю все документы для того чтобы он приехал россию и мы какой-то период времени пожили в россии приехав в россию я поняла что мы не готовы сейчас к переезду мужем ну во первых потому что устроиться на работу мужу будет не так просто и получается как бы всю ответственность за него беру я и пока вот эти все моменты то есть и по деньгам мы посчитали это будет очень дорого выходить потому что ему нужно будет для того чтобы вообще начать какое-то дело в россии во первых либо бизнес виза что тоже стоит немалых денег либо получить временное гражданство то есть временное проживание и для этого ему нужно сдать экзамен который ходит русский язык история и общество знания и после этого там кучу документов оформить все остальное и после этого только через полгода ему дадут документ что он может проживать но в течение этих полугода то есть так как я буду делать ему приглашение приглашение действует на три месяца то есть за полгода ему нужно будет выехать и снова въехать в россию то есть мне снова нужно будет делать приглашение то есть как бы ну тут еще фактор нет что как бы финансовый еще какой то просто понимаете находиться вдали от мужа но для меня сейчас это немножко неприемлемая тема и ну мне все время хочется чтобы мы были рядом вот и для этого расставаться на какой-то период и оставаться в своем родном городе один на один сам собой да конечно есть родственники и друзья которые меня поддерживают и любят но все равно вот это когда ты создаешь уже свою ячейку это другое те кто женат и счастлив меня поймут а поэтому мы приняли решение что спустя месяц проживания в россии что я возвращаюсь я вернулась и родители были этому очень рады потому что мы уже прикипели за полгода проживания вместе да я не идеальная невестка по индийским стандартам но все равно как бы я заменяю им ту любовь которую возможно не дают мальчишки потому что у них трое сыновей и я как первая невестка ну своего рода дочка и мое отношение просто к ним оно такое заботливое то есть как именно дочери к родителям да понятно что я к ним отношусь уважительно я прислушиваюсь к ним но у меня все равно есть свое мнение у меня есть мой муж он мы все равно как бы отдельная семья за своими правилами и вот но мы видим что они переживают за нас они беспокоятся и поэтому я не вижу смысла знаете вдаваться в эти подробности индийская свекровь монстр или нет поэтому мне просто в этом плане повезло мне мне приятно с ней общаться и любую помощь поддержку я воспринимаю не то что меня пытается чему-то научить или как-то перевоспитать то если мне это приемлемо я это принимаю есть я просто это озвучиваю поэтому в этом плане я не делаю какой-то разница между там свекровью из россии свекровью из индии поэтому мне кажется просто нужно понять причины почему например там иногда чересчур но это знаете это мне кажется больше гиперопека это это нормально когда родители беспокоятся своих детях я в этом честно не вижу никакой такой проблемы глобальной вот бывает конечно что мы не сходимся в каких-то мнениях и бывает и какое-то определенное все равно как бы раздражение ну это честно это такие мелочи жизни что ты просто потом забываешь идешь дальше вот в плане семейной жизни конечно я и мой муж мы мы разные люди мы разные по не из того что он знаете там многие спрашивали меня вот какой менталитет типа влияет ли это честно в плане менталитет я ничего не могу сказать я не рассматриваю своего мужа как жителя другой страны как иностранца для меня он такой же человек со своими проблемами со своими радостями горестями со своей болью то есть абсолютно такой же человек как и я и я не вижу в этом никакой абсолютно разницы он жил до меня своей жизнью у него были свои интересы у него была своя выстроенная жизнь то как он ее видит то через что он проходил через какой этап своей жизни он проходил без меня и также я то есть у меня тоже есть своя история за плечами свои какие-то взлеты падения и давайте когда мы сейчас столкнулись понятно что и он я мы пытаемся как-то все равно в каких-то моментах ну свою я высказать просто до замужества мы поговорили мы определили для себя то есть тема который для нас неприемлемо что нам нравится что нам не нравится и мы пришли к тому что любую проблему мы обсуждаем то есть что-то я делаю не так что-то он делает не так мы не орём не обижаемся не расходимся там разные стороны а мы просто садимся ну когда у меня например там грубо говоря нету такого воспаленного вот ощущение что не все мне надо высказать все нет просто спокойно я им говорю например мне не нравится вот это вот это вот это то есть можем это изменить или нет то есть понять если смысл запариваться на эту тему либо просто тупо забить на нее и вот и так же и он что-то говорит если мы например оба не можем данную секунду прям знаете за один миг это решить мы просто даем друг другу время на что-то требуется много времени на что-то меньше просто особенность моего мужа за что наверное я его еще больше люблю это за то что он если ему подать какая-то информация и он ее не знает то дать ему сутки максимум двое он все это узнает потому что когда мы готовили документы для того чтобы пожениться в россии этим вопросом полностью занимался муж и и вообще не то есть ну с меня требовалось пойти в загс и взять только эти документы и все вот какие нужно ему приготовить здесь он абсолютно все находил всю информацию созванивался с людьми узнавал потому что мы столкнулись с тем что я когда я узнавала эту информацию нам говорили очень очень много разных 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 вещей и все время знаете было такое ощущение что какая то есть недосказанность и поэтому мы плюнули на поиски того кто нам может помочь и решили помочь себе сами поэтому сейчас большим удовольствием мы помогаем тем кто на обращается в плане как пожениться в россии потому что есть люди которые искренне сильно хотят создать семью и просто они тоже сталкиваются этими проблемами поэтому мой муж с удовольствием созваниваются с этими людьми переписывается может спокойно потратить там час своего времени чтобы объяснить человеку весь процесс и нам это приятная радость то что действительно еще одна пара будет счастлива вместе и пусть этот путь приготовления документов для них будет но не таким нервным сложным как это было для нас потому что это очень большая нервотрепка и и нам хочется именно чтобы ну когда мы действительно видим искренность со стороны индийского мальчика что он действительно искренне хочет связать себя с русской девушкой мы конечно обязательно помогаем бывают и случаи когда мы понимаем что человеку как бы это неважно и поэтому мы не впрягаемся в такие темы только если действительно как просто как это понять человек конкретные вопросы задает он конкретно знает что он хочет как он хочет и так же непосредственно конечно я общаюсь со стороной девочки чтобы тоже понять то есть все как бы надо впрягаться или нет ну чаще всего конечно мы за то чтобы действительно пары создавались это знаете это не то что фишка вот мы хотим чтобы все русские девушки вышли замуж за индийцев нет абсолютно нет но если к нам обращаются с такой просьбой о помощи мы с удовольствием поможем для нас это абсолютно не проблема и и что еще он таки вы знаете вот мелочи в плане что изменилось за за года плане еще вот документов я сейчас здесь нахожусь по визе жены называется x виза и мы делали эту визу на год делали мультивизу так чтобы я могла спокойно визжать выезжать без вопросов вот в любое время и когда делается виза жены на год мне пришлось столкнуться с тем что мне нужно будет зарегистрировать себя здесь так как я здесь нахожусь и опять же всем этим вопросом занимался муж но просто могу рассказать вкратце то есть оформляется на официальном сайте государственном заявление о том что я являюсь женой что у меня икс виза что я планирую прожить здесь по этой визе год и вот это рассматривается явление и приглашает нас уже в полицейский участок специальному человеку который занимается именно вот регистрации человек нам очень понравился он очень душевный мы все ему рассказали все объяснили и ближайшие где-то дней 5 он нам снова позвонил и сказал что приходите приносите все документы в общем все у вас рассмотрели мы принесли все документы мы пошли к самым главным начальнику всего вот этого полицейского отделения я нервничал я честно нервничала я помню этот момент когда мы зашли к нему в кабинет и знаете сидит такой симпатичный очень мужчина там решает какие-то вопросы и потом он задает единственный только вопрос как вы познакомились и ну почему как бы индия и вот я там на своем английском как только смогла нервничая ответила что для меня это как второй дом а то что я люблю культуру и все остальное знаете и вот на слове это что мне нравится культура то что как бы мне это все очень близко он тут же расписывается в моем документе что все регистрация прошла ставит печать и отдает мне этот документ и горит вот типа добро пожаловать это было неожиданно я сначала даже растерялась я думаю типа все я уж там приготовилась отвечать на самые камерзные вопросы а как этот ну какие то такие моменты вот а потом ну как то все так быстро все легко прошло и я даже честно не ожидала что так все будет поэтому ну для меня это было приятно и теперь уже я нахожусь здесь абсолютно то есть у меня есть временный ну как это я не знаю как это правильно называется по-русски скорее всего это как временная регистрация и вот у меня скоро заканчивается виза но мне для этого не нужно выезжать уже в россию я просто здесь продлеваю свою визу и уже в сентябре у нас будет два года как мой муж и жена и после этого я уже могу оформить оси карт оси карт это как своего рода айди карточки паспорта здесь в индии и уже не нужно будет визы все будет проще то есть можно будет уже открывать счета то есть грубо говоря я остановлюсь уже относительно полноценным жителям инди вот то есть и упрощает конечно многие моменты поэтому мне очень нравится система здесь но по крайней мере на данном этапе пока вот все регистрации все какие-то вопросы все какие-то моменты все решается очень мирно дружелюбно и очень много помощи идет со стороны индийской нет каких-то препятствий нет какого-то такого торможения процесса ну может быть просто нам попадаются такие хорошие качественные чиновники и все что вот сейчас происходило за этот год вот в плане документов в плане всего в принципе все прошло очень хорошо и год честно очень прошел быстро абсолютно незаметно мы даже когда опраздновали годовщину мы даже не осознали до конца то есть для нас как-то был так о уже год ну честно дни летят очень быстро события меняются за событиями и много времени уходит на работу так как мы с мужем открыли свой собственный бизнес по изготовлению украшений из дерева и то есть для нас сейчас концентрироваться хочется именно на этом потому что и мой муж дизайнер ему это интересно и он уже когда-то много лет назад сталкивался с этой работой и мне это интересно как творческому человеку и всегда приятно конечно когда твою продукцию которую ты создаешь своими руками приобретают и для нас каждая работа она своего рода как уникальная вещь потому что мы не выставляем все подряд только когда мой муж и когда я мы сто процентов уверены что вещь дошла до того состояния чтобы мы могли ее сфотографировать выложить на нашем сайте сказать людям и чтобы они действительно были рады получить ее пользоваться и писать хорошие отзывы благо пока всем все нравится и мы надеемся будет дальше мы принимаем также персональные заказать свои варианты дизайна и муж уже смотрит то есть сможет он это сделать или нет и он старается конечно отвечать честно но всегда 99 процентов он берется за заказ и вот прям совсем недавно девушка скинула заказ и он полностью сделаем вручную и я если честно когда это увидел я вообще не понимал как это делать но вот он видит это он это понимает пока в моем представлении нет я конечно больше в плане помощи то есть что-то где-то подать помочь сфотографировать написать текст на русском например языке он потом сделает перевод и коррекцию ну то есть как это отслеживать какие-то моменты вести бухгалтерию я оставлю ссылочку в описании на страничку мужа в инстаграме на наш сайт и где вы можете посмотреть все наши украшения если вам что-то нужно персональное вы можете скинуть свой проект мы рассмотрим об судим и сделаем то что действительно вам интересно то что вам хочется поэтому поэтому тут безграничные возможности и мне конечно ну для примера просто хочется вам показать новую работу она абсолютно новая и это вот такие вот серьги которые сделал мой муж в виде кошечек так как поэтому все ссылки будут в описании заходите смотрите если захотите приобрести приобретайте будем очень рады и знаете видео конечно да такое немножко сумбурное как бы все не расскажешь что случилось за год и много событий каких произошло но я думаю что я сниму несколько циклов что поменялось что нет но в целом могу сказать что мы даже сами не ожидали что уже год совместной жизни прошел потому что все было очень быстро как-то все так плавно и переходило из одного в другое поэтому каких-то таких вот знаете мегаглобальных изменений ну честно нет единственно только да в работе вот у нас глобальные изменения а так в нашей отношении друг к другу в отношении с родителями абсолютно все то же самое же все так же но если у вас есть какие-то вопросы ко мне которые вам будет интересно то есть я обязательно сниму на эту тему видео ну и в следующее видео я уже наверное углублюсь в какие-то моменты раскрою пару вопросов которые на протяжении года мне задаются и мне хочется более масштабно на эту тему ответить чтобы уже в дальнейшем кто посмотрит мои видео у них не было таких вопросов ну или по крайней мере их стало намного меньше поэтому была рада снова с вами увидеться спасибо большое что все таки еще со мной что верите в меня и я надеюсь что в дальнейшем я буду частым гостем на своем канале и буду радовать вас какой-то интересной информацией встречаться с интересными людьми делиться впечатлениями о их жизни о своей жизни ну и о нашей и возможно даже все таки уговорю своего мужа записать совместное видео так что большое спасибо всем пока оставляйте свои комментарии ставьте лайки и до встречи до новых видео пока